Всем привет! Кадровое агентство «Атлант» в Праге. Хотели бы сегодня взять интервью у одного из нашего знакомого, Алишера. Привет, Алишер! Здорово, Серега! Потому что мы знакомы. Потому что мы знакомы. Алишер, как давно ты приехал в Прагу? С января 7-й год пошел. С января откуда ты? Я из Казахстана, город Рудный. Город Рудный? Ничего интересного. Ничего интересного. Почему тебе захотелось приехать в Прагу? Да, потому что золотая середина здесь не так дорого, как в Австрии, не так стрёмно, как в Польше. Ага, понятно. А сейчас ты работаешь, где-то работаешь? Ну да, я тут... Короче, где только не работал, я расскажу, что и официантом, и таксистом. Ну, таксистом не работал, но подобное было. Тоже водил людей пешком. А сейчас ты где-то официант? Сейчас, да, работаю в компании, просто в международной компании устроился. Бивная. Ну, как, не знаю, обычная офисная работа, рутинная. Ну, и параллельно, там, свадьбы делал, стендап, вот, делаем вечеринки, организовываем стендап. На чешском выступаем, на английском. Понятно. То той жизни, которая есть сейчас в Чехии, полученная зарплата, тебе достаточно? Ты доволен этим? Ну, не бедствую, в плане того, что нет такого, что мне прям не хватало. Бывают, конечно, месяца какие-то, что там на что-то потратишься. Я просто сам такой человек, что деньги не коплю, какой-то счет не веду. То есть за охоту потратил, потратил, охота до месяца, потом месяц. Снимаешь квартиру? Да, я квартиру снимаю, 400 евро, однокомнатная квартира, и это мне еще повезло. Это у меня через знакомых, и не так далеко от центра Праги. Алишер, ты сейчас какие языки знаешь здесь? Ну, чешский, русский, не много, по-английски говорю, так как по работе нужно. Ну, и по стендапу иногда. Казахский забыл? Казахский, да, забыл, потому что его вообще не знал. Я понял. Слушай, а когда ты сюда приехал, вообще устраиваясь на работу, достаточно было русского языка? Да, конечно, я как бы среднестатистический трошник, вообще ни к чему никогда не стремился. В плане того, ну, был разгильдя и целей никаких не было в школе. Я даже не знал, что, когда я буду там за рубежом где-то. Вот мне в 22 года что-то клюнуло взад, и я решил поехать просто. Ну, скучно стало жить в Казахстане 22 года, прожил, никуда не ездил. Но решил попробовать, нашел чехию вариант, потому что здесь чешское образование, бесплатно. На чешском, если чешский знаешь, а так как я знаю русский, чешский, они так сложно выучить. Потому что здесь система эта работает уже 17 лет. Вот, понятно. Ну, то есть русского языка было достаточно сюда приехать и там устроиться на работу? Ну, русского языка я не скажу, что прямо всегда достаточно. Русского будет достаточно устроиться куда-нибудь летачникам, продавать экскурсии, либо свадьбы вести, либо... Но, опять же, зависит от того, чем занимают фотографы, есть какие-то вот работы. Вообще думаешь по поводу возвращения обратно в Казахстан? Ну, да пока нет. Пока нет. Пока нет. Сколько ты здесь направишь? Я думал, вообще вернусь после трех лет. Но уже привыкаю. Чем больше ты находишься в чужой стране, тем быстрее ты становишься здесь своим. И тем параллельно ты становишься быстрее в своей стране чужим. Ну, не то, что тебя там не признают, в плане того, что ты уже приезжаешься и не чувствуешь свои тарелки. Там приезжаешь на неделю, ты в обменной системе, там жизнь идет своим чередом, друзья занимаются своей работой. И тебя заново с нуля начинают. То есть пока что планы здесь? Я уверен, что мне в лет 50, где-то 60, когда буду старым, мне охота будет на родину, порни свои родные. Возможно, я задумываю, но сейчас вообще не охота здесь. Жизнь в Европе намного интереснее, если ты родился в странах СНГ. Понятно. Спасибо большое, Алишер. Друзья, подписывайтесь на наш канал в следующем видео. И валите нафиг. Всем пока. Друзья, сегодня мы находимся на съемках Comedy Central Prima. Это один из комедийных каналов в Чехии. Можем посмотреть, как это происходит одним глазком. Друзья, сегодня мы говорим, что я считаю, что это все. 25. листопад, 20. патру листопада уже здесь. Далее будет еще раз, так что будем рады, когда вы пришедете. Ну а счастливую цель Дома, где-то далеко или близко. Можете красиво! Вот так вот. Это конец. Субтитры сделал DimaTorzok